Добрый день, дорогая Церковь! Мы хотим поделиться этим свидетельством, которое есть в нашей семье, свидетельством Славы Божьей, как однажды в нашей жизни произошло такое чудо. Даже, наверное, не одно чудо, а два чуда. Первое чудо было в том, что мы поехали наконец-то в Израиль. Ну и долгое время, каждый год мы со всей Церковью, когда пастор говорил, давайте скажем, в следующем году в Иерусалиме мы это провозглашали. И мы верили, что Бог сотворит какое-то чудо, что может быть нам кто-то билеты подарит туда, путевку. Но ничего этого не происходило. И однажды, когда мы уже были на миссии здесь, в Барабинске, мы проводили библейскую школу. К нам приехал наш пастор Василий Доценко, и он говорил о вере. Его тема была и о вере, и мы сидели здесь уже после этого библейского урока. И он спросил у нас, когда мы поедем в Израиль. Я посмеялся, сказал, когда-нибудь, конечно, мы туда поедем. И задал он вопрос такой, как казалось бы, банально. Он говорит, у вас хоть загранпаспорта-то есть? Я говорю, нету. Он говорит, как нету? И тогда я понял, что надо, чтобы у нас загранпаспорта были. В общем, мы приняли решение с женой. Мы после того, как пастор ехал, мы пошли, сделали загранпаспорта. И после этого, как будто, ну, какой-то такой механизм веры был запущен. Потому что об этом желании, ну, чтобы поехать в Израиль, знали, в принципе, все и давно. Но здесь почему-то уже стали друзья подходить и говорить, давайте, ну, мы вас тоже благословим, там, в план финансов на эту поездку. Родители подключились, то есть, там, вот, люди из церкви. И получилось так, что уже весной мы вместе с супругой, вдвоем, хотя мы даже об этом и не мечтали, мы поехали в этот паломнический тур. И в этом паломническом туре у нас произошло еще одно чудо. Дело в том, что с момента, как мы поженились, прошло уже 7 лет к тому времени, и мы никак не могли забеременеть. Врачи нам ставили диагноз бесплодия и говорили, что у нас не может быть детей. Но интересно, что я слышал свидетельство, причем не одно свидетельство, что пару, у которых не было детей, они беременели в Израиле. То есть, ну, и была где-то вот эта вера внутри, что Бог может сотворить это чудо и в нашей семье. И когда мы вернулись оттуда, из Израиля, то потом оказывается, что у нас было чудо. Что вот это вот чудо, которое сейчас вы видите, она была зачата именно там, в Израиле. Вот. И это действительно, это слава Божия. Я понимаю, что есть тут Божия часть, которую Бог сделал. Ее никто не мог сделать. Но есть и наша часть. Потому что мы могли бы до сих пор дальше каждый год так же со всеми провозглашать, что там когда-нибудь в следующем году в Иерусалиме. Но я увидел, что когда ты начинаешь делать какие-то шаги со своей стороны, то вот именно вот к этим шагам подключается Бог и начинают происходить сверхъестественные вещи. Поэтому всем, всем очень рекомендую все-таки набраться веры, мужества и сделать вот этот шаг и тоже поехать, побывать там на святой земле. Благослови вас Господь! В этой поездке мне очень понравилось посещение Стены Плача. Это место, где у тебя есть надежда. Я, помню, плакала и говорила, Господь, ну ты же можешь дать нам ребенка. И где-то внутри, конечно, была уже такая безвыходность. И когда мы даже приехали, и я понимала, что не наступают дни, которые обычно должны начаться. И как-то даже не верилось, ты даже представить не мог, что произошло чудо. Но все-таки время проходило, и потом уже стало понятно, что чудо произошло. И люди передавали с нами записки. Но есть прекрасная возможность туда просто поехать самим, прикоснуться к этой стене, помолиться там. Верьте в чудеса, тем более сейчас новогодние праздники, время чудес, время ожиданий. Помолитесь, запишите где-то в молитвенные нужды об этой поездке. Я верю, что вы получите свое чудо. Продолжение следует...